Байки про байки и про байкеров от Алексеича Мото М Слышишь себя хорошо? Отлично Сегодня мы выслушаем очередную лекцию от Алексеича Посвященную техническим модулям в мотоцикле Это можно назвать модулем? То, о чем мы будем говорить Как думаешь? А что такое модуль? Ну, часть какая-то составляющая Какая-то часть, да И это будет сегодня рулевая колонка, если я правильно понял, да? Да Итак, прошу Ну, мы знаем бензоколонку, водяную колонку И рулевая колонка на мотоцикле Ну, еще на автомобилях тоже они есть Да, кстати говоря Но смысл какой? Значит, про траверсы мы уже говорили А про рулевую колонку что-то не помню А рулевая колонка, она в основном это часть рамы То есть, это конструкция на металлических рамах Она вваренная И чаще всего она является номерным, как бы номером рамы То есть, чаще всего на ней набит номер И если там какие-то... В смысле, ВИН номер регистрационный Да, если там... Или номер рамы По японской теме есть номер рамы А по европейским, по американским это ВИН ВИН Вот И поэтому все работы с ней должны проходить очень скрупулезно Вот И мы потом, может быть, в конце поговорим о юридических аспектах Но сейчас попытаемся о технических поговорить Значит Какие основные проблемы рулевой колонки То есть, вы едете, нажимаете на тормоз и происходит стук Тук-тук И этот тук-тук все больше и больше Если вы, как бы, уже бывалый райдер И у вас это уже не первый тук-тук То вы, естественно, сразу понимаете Что надо, как минимум, протянуть рулевую колонку Есть специальный регулировочный винт на нижние траверсы Протянуть это уже, тут многие не понимают Это еще раз проверить, как затянуты... Да, ну то есть, прошло время Подшипник сработался как-то И нужно немножко подтянуть То есть, подтягивает И какое-то время, довольно-таки значительно, едет дальше Вот Но неопытный райдер, он может не понять И все время тук-тук, тук-тук И потом дотукаться до того Что уже нужно будет менять не только подшипник Но и уже рулевая колонка пришла не в годность Вторая проблема, это ДТП То есть, когда-то мотоцикл поучаствовал Собрали АБК Не сделали все до конца Человек поездил и добил это И это нужно как-то будет исправлять Ну и, естественно, там еще есть проблемы Неправильно установили подшипник Не тот установили подшипник Перепутали местами А они есть и верхний и нижний какой-нибудь Да, они и верхний и нижний И они отличаются, да? Бывают одинаковые, бывают отличаются А бывают даже одинаковые прям один в один А бывают разные даже по диаметру И, допустим, по наружному может быть и одинаковые А по внутреннему Вот, японцы любят шарикоподшипниковые Такие подшипники рулевой колонки Но многие компании уже давно ставят роликовые То есть, такие бочонки На конус сделаны обоймы внутренние, наружные И там бочонки стоят Они более надежные Вот, но умирают они от того, что попадает влага Или недостаточно смазали Или мы уже давно, много лет И они уже там окислились Слушай, а что за нагрузка вообще здесь? Она вообще есть? Колоссальная Серьезно, да? Очень колоссальная И тем более, допустим У Харлея угол 26-28 Там 22 Ну, не знаю Там угол Чем меньше угол, тем нагрузка меньше Чем угол длиннее То есть, вот как То есть, если смотрит совсем вертикально вниз То тут нагрузки практически и нету, да? Нет, она все равно есть Но она чуть меньше Чем вилка дальше, тем нагрузка больше И в моменте кручения То нижние срабатываются вверху А верхние срабатываются сзади Это вот когда мы видим такой байк с вылетом таким вперед Да, это нагрузка на подшипник колоссальнейшая Поэтому все любители длинных вилок Готовьтесь к переварке или переделке рулевых колонок Потом ремонту и так далее Вот И вот это вот основные проблемы, которые приходится решать И у нас сперва был завал с этими штуками Потом этот завал как-то пропал А сейчас опять появился Что с чем связано Непонятно Ну ты же опытный райдер Значит где-то люди ездят через какую-то большую яму Всем вместе Где-нибудь перерыт проспект Славы какой-нибудь Нет, нет И они сюда попадают Это связано все с космосом Как-то я этот повредил Ремонтирую мотоцикл палец А, нет Нет Не связано с космосом Нет, нет В меня открыли дверь И у меня оторвался ноготь И хлещет кровь Это на ходу прямо что ли, да? Да Приехала скорая Типа ДТП Типа отвезли меня в Александровскую больницу Я там значит Пока этот Меня там долго-долго Принимали Все кругом стонут Везде у всех капает кровь И тут значит Наконец-то Я напомню, что это программа о мотоциклах Я напомню И наконец-то дошла очередь до меня Ну дошла Я подхожу Такая тетечка Вообще непробиваемая На стоны, на крики На очередь, на кровь Там просто Такая О, опять палец Я говорю, а что уже Она говорит Месяц не было палец И ты сегодня 31 Я говорю А вы знаете А у меня говорю Если месяц нет Зизеров Мотоциклов Мотосервис Тут тоже Вчера приехало 5 штук И все одного цвета И мы вот сидим и думаем То ли там в космосе Какие-то отмашки дают Специальные То ли еще что-то Она говорит Вот-вот-вот Я тоже сижу думаю Говорит Месяц ни одного пальца И тут, говорит Все, говорит Пальцы пришли И ты, говорит Последний Ну вообще Если верить этим цифрам Ну а не верить Нет оснований Да Все-таки, конечно Это какая-то Какая-то Мистическая Какая-то Все-таки Нумерология Какая-то Какая-то Нумерология Что-то здесь Непростое Вот Поэтому у нас опять Открылась Это шлюз И опять пошли Вот такие вот Непонятные ремонты Вот Значит Есть заводской Прямо вот Прямо с завода Конструкторы Просто вот Сразу Придумали Косяк Вот Допустим Ну у меня сейчас В голову приходит Только этот Дрозд 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 Да Там рама Значит Полупустотелая И подшипники Держатся На таких Ну не то что в флажках А вот В воздухе такая Формочка отлитая Малюсенькая Тонюсенькая И вот Или Может пока забивать Отлетит Или когда в ямку А мотоцикл едет Чуть ли не под 300 километров И вот Смотришь и думаешь Что вообще Что у вас было в голове Что вы курили Рис что ли там Этот То есть погоди Еще раз Мы говорим про Рулевую колонку Вот эта часть Мы тут все время Посматриваем Настоящего На студии Мотоцикл Ява Ну понятно Что это древнее что-то Но тем не менее Здесь вот этот элемент Вот он видим Вот он виден И он видно Что он качественный Видно что Обойма вверху Под подшипник И внизу Довольно таки Толстая И видно что Она солидная Хоть мотоцикл Вроде и простенький Ну как на водопроводной Трубе Таких прямо Все качественно Да Вот с железными Мотоциклами Проблем намного Меньше Главное Чтобы только Ну Кто-нибудь Не тянул Ломом За вот эту штуку За За рулевую Эту колонку И не сделал Ее овальной Вот А Алюминиевые Вот С вот этими Буртиками Смешными Это конечно Целое зло Я столько Их переварил Но это кошмар То есть Там тоже Трубка И тоже есть Посадочные места Там да И это вообще Отливка Вот допустим Просто Вся рама Отлитая Или только Вот этот Передний узел Там полметра Он просто Весь отлитый И потом Отфрезерованный Вот Есть приличные Мотоциклы Вот Мы как раз Делали BMW Там Вот Эта отливка Да Она Проработанная То есть Проточенная Но она У нее много мяса То есть Она крепкая Видно что она крепкая Человек приехал Говорит Что-то подстукивает Подстукивает Мы разобрали А там значит Уже делался Какой-то ремонт Что-то там Наварили Накрутили Ну как Делается шляпный ремонт Ты берешь Это все Обвариваешь Потом Шарошечкой Подгоняешь Под примерный размер Потом берешь Там типа Клей Белзона Который Как камень Становится А Все это Обмазываешь И вставляешь Туда допустим Обойму И она Все там Распределяет И в общем Как-то Как-то Какое-то время Ездит То есть до конца сезона Можно как-то Доездить Вот Но это Все равно Шляпа Но это Неправильно И это Узел Очень Очень важен И очень опасен Для райдера И для безопасности А что может случиться Вот если все развалилось Что Заклинить Что Все что угодно Зачем вообще Даже об этом думать Лучше Это Все равно Ну понятно Отвалилось колесо Там все Ты не можешь Стать Налево Ты в повороте Повернул Даже Даже вот На скорости 5 км в час А он назад Не вернулся И ты навернулся И под машину Ну Зачем это вообще надо То есть Может Полностью нарушиться Работа Вообще руления Как таковая Да Вот Если у вас Не работает мотор То с вами Ничего не произойдет А если у вас Нету тормозов Или рулевая колонка Накрылась То это Или колесо Пробито Пустое Это уже Как бы Целая трагедия Вот Поэтому Значит Что мы делаем Правильно После музыкальной паузы Как и было обещано Во втором включении Мы продолжаем разговор Ну Во-первых Напомню Что Алексей Марченко В эфирной студии И программа Байки про байки Мы сегодня говорим Про элемент Рамы мотоцикла Который называется Рулевая колонка И Об ужасах Которые могут случиться Мы тоже поговорили Если там все сломалось Как правильно эксплуатировать Как сделать так Чтобы это Не ломалось Или если поломалось То как починить Да Как починить Ну значит Как бы Если у вас алюминиевая рама Естественно Ну и даже Если не алюминиевая Тоже можно этот способ Применить Значит Разбираем Ну то есть Никому не хочется Разбирать мотоцикл Хочется Как-нибудь там Подварить И как-нибудь там Намажьте Сколько бы ты не подварил Сколько бы ты не промазал Все равно придется Пройти через эту процедуру Надо снять раму Освободить ее Всю Оставить голую Мотор отдельно Колеса отдельно Отвезти Специальную Мастерскую Которая Которая есть Мощное Сварочное оборудование Которая Наварит Припоем Не Можно конечно Самому Все это сделать А потом отнести Им Чтобы переделали Но Цена Все равно Будет одна и та же И Ответственность Уже Будет Разделенная На две части Самому Ты имеешь в виду Самому разобрать Мотоцикл Ну Можно самому разобрать А можно самому заварить Но я могу сам заварить Но От этого Лучше не станет То есть Если люди Точат То лучше Они пускай Сами заварят Сами охладят Как нужно Если что-то там Пошло не так Они опять заварят И опять Пройдут Потому что Нужно обязательно Соблюсти Угол Который Идет С завода Найти его В интернете Все промерить Вставить Специальный станок Вот И профрезеровать Как на заводе Вот Потом Поставить Подшипники То есть Им Выдается Комплект Подшипников Они все Вставляют Все меряют Все Промеряют Потом Приглашают Тебя Ты все Промеряешь Тебя все устраивает Платишь деньги И забираешь Стоит Это Недешево Вообще Вся операция Поэтому Надо беречь Рулевую колонку Не доводить До этого Не доводить Нет Но если ты уже купил Битый мотоцикл То у тебя уже вариантов нет Тебе и продали Вы поэтому дешевле А можно купить И вот Не подозревать Что там плохо сделано Ну Даже специалист Может быть И не увидит Какое-то время Да Мы так Видели на границе Когда еще Там Из Котки Гоняли мотоциклы Которые из Америки Пришли И парень Гордо Ехал на почти Новом мотоцикле И был уверен Что все отлично И мы А мы уже профессионалы Но везем Тоже мотоциклы И говорим Тебе надо рулевую колонку делать И он Посмеялся над нами Но через три дня Оказался в нашей мастерской Ну мы все починили Все переделали То есть Мотоцикл почти новый Убрался Там Местные какие-то Негры Все прикрутили Абы как То есть он Такой Вид у него хороший А все остальное Там было не очень В общем Так вот Значит Железные рамы Что с ними Они бывают Овальные То есть Человек едет Что-то там Подстукивает Начинаешь Вставлять Подшипник А он Не лезет Ты его Как-то там Забиваешь Потом смотришь А он овальный Зазоры Видно там Да То есть Мы теперь Не забиваем Подшипники Мы сперва Меряем Эллипс Верхний И нижний А потом Только забиваем Подшипники Потому что Подшипники Стоят Дорого Кто-то Когда-то Заколотил Человеку Не нравится Приехал к нам Мы опять Заколотили Туда же А проблема Как бы Остается А потом На вид Все кругленькое Потом Меряешь А перед Вытащенным Значит Когда-то Была Стукнуто Рама Мы разобрали Вставили туда Лом И начали Тупо тянуть Естественно Обе этих Штуки Есть такие Допустим У Харлея Ну очень Трудно Сделать Эллипс Вот Есть люди Которые Грамотно Тащат Они сперва Туда вставляют Подшипники А потом Тащат С подшипниками Чтобы люфта Не было И чтобы Если что-то Там происходит А есть люди Которые Не понимают Просто туда Лом Засовывают И тащат В итоге Раму Не выправили А Сам этот Стакан Сделали В двух местах Эллипс Только не Полный Эллипс А только В одном Месте Вот Естественно Стучать Кувалды Туда И сюда Ты уже Все равно Не попадешь И это Опять Ремонт Это опять Проточка Это опять Наварка Вот Или Отрезаешь Стакан И Врезаешь Туда Какой-нибудь Новый Но тогда Проблема у тебя С циферками Прочностью Нет Прочность Можно заварить Так Что даже Лучше Чем заводской Будет Это у нас Тут Без проблем Но Видномер Ну да Вообще Что делать И тогда И не факт Что у тебя Получится Так же Как на заводе Потому что Там определенное Ты можешь Красиво заварить Но По стилю И какой-нибудь Опытный Гаишник Со своими Приборами Скажет Здесь переварено И ты Мотоцикл У тебя Получается Уже Незаконы А в некоторых Случах Еще и наручники Оденут Прямо там Ну тут Надо Как бы Доказать Что там Ты что-то Украл А то Что Надеть Конечно Может и не Наденут Но мотоцикл Отобрать То могут Поэтому Все вот эти Операции Естественно Нужно Очень внимательно Делать И Сперва Проконсультироваться А потом Уже Как бы Лезть Туда То есть Сейчас моторы Можно менять А вот Раму Нет А просто Залить туда Ну я не знаю Если там Разболталось Но не сильно Скажем Какого-нибудь Лубрикант Какой-нибудь Какую-нибудь Присадку Которая Вот волшебная Ну ты будешь В эту дырку лить Она с другой стороны Будет выливаться Ну да Вообще Да Ну тут Как бы Нужно делать Все правильно Слушай А вот эти Траверсы Вот то что мы Видим Да Тут на Яве Они приварены К этому К этой Как ее К рулевой колонке Нет Они не приварены Они как раз Вот их Нижняя траверса Вот снизу Есть сварка И Штырь уходит вверх А сверху гайка Прикручивает верхнюю траверсу Ага Все понял То есть там Торчит как клапан Шток такой Да С нее гаечка И как раз Там есть две гаечки Которые значит Регулируют Вторая Контрит Это то что ты говорил Отрегулировать Подтянуть Если надо Да То есть Расконтрить Там собачки Бывают Которые Ты Отстегиваешь Жестяную собачку Значит Регулируешь Затягиваешь Чтобы Он уже Не открутилось Потом Нет нет Чтобы он Такой туго ходил И потом Полоборота Делаешь назад Чтобы Вернуться То есть Как бы Как понять Раз затянул Смотришь Туго ходит Полоборота Назад сделал Раз Легко Законтрил Сверху Траверсу Закрутил И поехал А бывают Наверное Случаи Когда этого Достаточно Если не сильно Там все После замены Подшипников Где-то через 500 километров Желательно Подъехать Подъехать И подтянуть Если Проблемы Не появляются В принципе Можно не подъезжать Но если Что-то показалось Что Потому что Усеяло Что-то Что-то Произошло То есть Пока Покачалось Лучше Немножечко Подтянуть Подшипники Естественно Можно Запрессовывать Специальными Приспособлениями То есть Выбивать И забивать Не рекомендуется То есть В чем проблема Еще Почему Убивают Траверсы Туда Начинают Засовывать Монтировку От Камаза Ну Как вы нашли И Кувалды Шандарашить Естественно Там Бить в одно место Он Начинает Эта обойма Как-то Вылазить И Вот Все это Начинает Растягивать Плюс Ты там Промайхиваешься Плюс Какие-то Удары Выбивают Имеется Подшипник Который Все равно Потом Ставить Никуда Не нужно Он уже Не нужен Да Но Дело в том Что Пока Ты Выбиваешь Ты Вредишь Внутри Все Все Что Можешь Вот Поэтому В природе Существуют Съемники Для каждого Мотоцикла Есть свой Съемник Разновидностей Их На самом деле Очень много Есть вообще Прям Заводская Кусок трубы Распиленная В четырех местах И Распушенная Как бы Она вот так В разные стороны Специальным образом Да И ты прям туда Его вставляешь Там Бумс И все у тебя Ровненько На все На все точки Бьется И он сразу Вываливается Слушай Вот тут под вопрос Тогда У тебя же Мотоэм Твоя мастерская Она же Мультибрендовая Да Ну в основном Харлеи Но что-то делаем Какие-то есть Съемники Из других Моделей Но ведь Не напастись Наверное Инструментов Если попытаться Объять Необъятное Да Не напастись Можно Сделать Ход конем И допустим Две обоймы Этих Верхнюю и нижнюю Запрессовать Просто Это болт Ну не болт А В простую Палка С резьбой И С двух сторон Две пластины Толстых И потихонечку Крутя Винтом Стягивать Равномерно Туда Садились Да Они могут Можно вот такие Штуки Это запрессовка Кстати запрессовка Она очень важна Чтобы Правильно И чтобы это долго ходило Вот эта запрессовка Очень хорошая Но тут тоже Надо следить Тоже может что-нибудь Пойти не так Вот Многие забивают Молотком Деревянным Кто-то алюминиевым Кто-то свинцовым Кто-то деревянным Я же деревянным Кто-то латунным Ну как-то это ходит Как-то это ходит Может это не совсем По фэншую Но Ну а что делать Ты находишься В поселке Под Саратовом У тебя никаких Съемников нет И наверное Никогда не будет А мотоцикл Должен уехать Но Если нельзя Но очень хочется То можно Ну это ваше Байкерское Да Это ваше Мастерсковское Ваше Вот Поэтому как бы Сидеть и говорить Что это нельзя А это можно Надо платить деньги Делать по фэншую Надо делать просто Поаккуратней Повнимательней Продумывая Все Ну Закон все знают Когда ты начал Экономить деньги клиента Значит ты начал тратить Деньги свои Деньги свои Да Вопрос Есть мотоциклы На которых Эта проблема Практически не проявляется Вот такие надежные Крепкие Редко очень Есть очень много Таких мотоциклов Это Harley Davidson Во-первых Угол Хороший Ну в общем В общем Я там Далеко за сто Было Тысяч миль И я этот Мотоцикл Думаю Надо поменять Ну надо поменять Просто Ну ни разу Не менял Ну что это такое Я на всех мотоциклах По пять раз Менял Вот Хотя бывают Всякие моменты Бывает что-то Какой-то брак Еще с завода остался Но в целом Harley надежный В этом смысле В этом блоке Вот в этом блоке Да Да там Отливка такая Знаете Такое железо Жульзяка так Жульзяка А самые подверженные Можно обозначить Каких-нибудь там Легкомысленных Китайцев Или Сузуки Да С этими косячат И Хонда И Кавасаки И Сузуки И есть там Кавасаки Который падает на бок И рома лопается На три части И там Иногда даже Китайцы Бывают крепче Чем некоторые японцы Вот Такие Ну тут надо тоже понимать Допустим Мотоцикл Зизер Который все Не любили Четырехсотка Он хорошо выглядит Неплохо едет Но все время ломается И все такие Что такое Японский мотоцикл Почему ломается А он с завода Стоил Семь тысяч долларов Всего Что вы хотели Вон одноразовый Вот А если вы покупаете Мотоцикл уже там За бешеные деньги Какой-то Ну конечно Там другое качество А хотя на вид Они одинаковые Просто за разные деньги То есть Ну у них был Такой эксперимент Делали подешевле Посмотрели Как пойдет Продали много Денег заработали Нет Давайте теперь Такие делать Давайте такие А скажи пожалуйста А сколько примерно В среднем Может занять Времени Процедура Замена этих подшипников И сколько денег Вот как ты говоришь По полной программе С разборкой Денег не могу сказать Ну примерно Ну вот сейчас Вот делали Чуть больше месяца Причем Больше месяца Замена вот этой фигни Ну да Ну во первых Нужно разобрать Это какое-то время Это может быть день Может два Ну смотри Ну что вот это разбирать Смотрим А вот BMW Когда там Четыре цилиндра Зачем Двигатель Зачем А там двигатели Есть рама Там все прикручено К двигателю Первый кусок Передний кусок Рамы Задний кусок Рамы Все прикручено К двигателю Подожди Еще раз Нам нужен кусочек Который под фарой Ну в районе фары Правильно Ты просто не представляешь Просто подобраться К нему Как созданы теперь Новые мотоциклы Не я не представляю Берется мотор Так К нему Сверху прикручивается Верхняя часть рамы Снизу нижняя часть рамы Сзади Другая часть рамы Третья часть рамы И это все сбор И это все целое И это мотоцикл Но если Чтобы тебе открутить Перед Ты просто Откручиваешь От мотора Этот перед Ну И у тебя мотоцикл Просто валяется А валяться он не может Поэтому нужно открутить задницу Чтобы колесо заднее снять И поэтому у тебя стоит мотор Заднее колесо с рамой И переднее колесо с вилкой И вот у тебя Просто по всей мастерской Раскидана куча деталей Ну окей Хорошо Хорошо У нас время нас начинает Поджимать помаленечку Давай какое-нибудь резюме Подведем Я-то насчет денег Хотел спросить Чтобы примерно люди знали Ну что если им говорят Сто тысяч рублей Например за такой ремонт То надо Пугаться Насторожить Если им говорят За тысячу рублей Те сделаем К вечеру Тоже надо пугаться Каждый момент Он это Разный Вот Допустим Разборка и сборка Она может быть В прескуранте Одна и та же А вот Ты привозишь Уже на завод Непосредственно Они такие Опа А вот здесь трещина А вот здесь это А вот здесь вот Еще и вот это И вот мы с вас Возьмем вот столько Но у нас работы много Неделю Будет лежать у нас Ждать А можно мы заберем Можешь Но когда в следующий раз Придешь Опять неделю Ясно То есть Тут трудно сказать Да И определить Что-то такое Так Ну что у нас У нас потихонечку На подходе Мы будем заканчивать Наверное эфир Скоро Я напомню Что в эфирной студии Алексей Марченко Великолепный Как обычно И мы Надеюсь Что встретимся с тобой В этом же самом ключе Совсем скоро уже Через Достаточно непродолжительное время Неделя идет очень быстро И все будет у нас Я надеюсь Хорошо и здорово Спасибо большое Алексею Марченко Услышимся Я надеюсь Скоро совсем Через буквально Несколько минут Уже в рамках Программы Посвященной путешествиям А за сим На сегодня До свидания И до новых встреч Спасибо Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова